В концепции нашей программы мы делаем акцент на три этапа лечения. Дело в том, что по статистике, опять-таки, ВОЗ, на сегодняшний день человек имеет 100% паразитологию. То есть мы являемся носителями бактерий, вирусов, гельминтов, простейших и так далее. И на сегодняшний день от 70 до 80% заболеваний, если взять эти патогенезы, опять-таки, связаны с этим. Если даже взять какие-то заболевания, которые там аутоиммунные, все равно причина развития того или иного процесса аутоиммунного, опять-таки, является какой-то пусковой момент, пусковой механизм. Что-то запустило весь этот пусковой механизм, что начало развиваться то или иное заболевание. Если же 70-80% связано с паразитологией и 20-30% связано с наследственностью, с травматизмом, с генетическими заболеваниями, вот откуда нужно работать. И перевести медицину, нашу классическую медицину, средства в медицинные катастрофы, то есть работать только на уровне симптоматики и не задумываться, не искать ту первопричину, которая привела к развитию того или иного заболевания, мы никогда не получим полного излечения. В лучшем случае мы добьемся ремиссии, в лучшем случае мы купируем какую-то симптоматику, но мы пациента не вылечим, мы просто подлечим, мы просто, скажем так, оттянем процесс обострения. И вот в этой концепции, если одной из причин является опять-таки та же паразитология, нужно в этом плане и работать. Естественно, когда есть какая-то симптоматика, есть пожар, его нужно тушить. Естественно, мы работаем на уровне купирования всех этих явлений. Но мы не забываем о том, что нужно искать первопричину. А первопричина, опять, мы справляемся с первопричиной с помощью биорезонансной терапии. И я расскажу об этом более подробно. Что такое биорезонансная терапия? Все вы знаете, да, каждый живой объект имеет свою определенную частоту вибрации. Ее еще давно научились фиксировать, регистрировать, еще Фоллер, работы Фоля, кто знает 20-30-е, Райфа 20-30-е годы, Фоля 50-е годы, Хильда Кларк, Шмидт и так далее. Ничего нового сейчас, может быть, для врачей, для коллег я не открою, не скажу. Просто вот то на сегодняшний день применение, то исполнение и тот прибор бесконтактного воздействия – это ноу-хау. И мы о нем сегодня поговорим тоже более детально. Итак, дело в том, что если каждый живой объект имеет определенную частоту вибрации, научились на нее воздействовать. Путем резонансного воздействия, опять-таки, мы можем добиться уничтожения любой паразитарной инфекции, любой паразитарной флоры, тех же гельминдозов и так далее, и так далее. Но, проведя вот такой вот этап, скажем, противопаразитарной терапии, мы параллельно проводим второй этап – это восстановительного лечения. И частоты, опять-таки, частоты здесь уже больше у Фуоля работают, Кларк и Шмидта, которые позволяют нам вместо фармакотерапии добиться все тех же лечебных эффектов путем волнового воздействия. Потому что каждая, опять-таки, частота, она отвечает за определенную функцию. Есть частоты, которые обладают противовоспалительным действием, анальгетическим, стимулируют функцию органа, либо рот подавляют и так далее, и так далее. И принцип здесь работы с нашими приборами – то, что все те же алгоритмы, тот же алгоритм традиционного лечения. Ну, к примеру, язвенная болезнь. Есть болевой синдром, назначаем анальгетики. В данной ситуации мы назначаем частоты, которые будут подавлять рот болевой чувствительности. Если есть воспалительные какие-то проявления, мы назначаем, опять-таки, частоты антисекреторные, частоты, которые восстанавливают перистальтику, работают на уровне нормализации микрофлоры, подавляют секреторную активность и так далее, и так далее. Все тот же механизм, только вместо фармакотерапии, которая оказывает какое-то побочное действие. Здесь, в этой ситуации, мы работаем частотами. Продолжение следует...